обстановка все лучше и лучше в британии уже готовят полицию для того чтобы она была собственно готова обороняться от людей которые так счастливы будут этой зимой что просто могут выйти на улице вместе порадоваться как говорится да ну и в других странах то же самое вчера меня к примеру потрясло не только меня вы же понимаете 70 тысяч человек это по минимальным оценкам вышли на улицу правде что они хотели они хотели во первых чтобы чехия заняла более нейтральную позицию в войне в украине и они протестовали против того что начинает подкумаривать уже очень многих на национальном уровне это руководство из единого центра которая последнее время немножко мне кажется неадекватно и не только мне как вы видите да всем этим людям как вроде неадекватно потому что внезапно вчера появился к примеру шарль мишель заявлением что он требует немедленно установить граничные цены на нефть до этого появилась урсула фон дер лайн который сказал что с декабря установим граничные цены я вообще не знаю что такое граничные цены я не понимаю как можно установить граничные цены там где это называется рынком но я при этом требую установить граничную цену на бентли нового 20000 евро я считаю кстати вот немецкая пресса все правдиво честно объяснила что эту демонстрацию устроили коммунисты и праворадикалы я слышал что на следующей неделе в германии такое будет наверное это устроит фашисты гитлерюгент там что такое успокоить все население европы решила bbc и выдала интервью зеленской успокоить не получилось потому что если вы почитаете комментарии причем комментарии на немецком языке причем можете зайти на фейсбук почитать эти комментарии в автопереводчики по вбивать да но мне вот немецкий сегодня высылали где и вспомнили все и вспомнили фотосессии и вспомнили чуть ли не скумбрию по 8 гривен да и вспомнили полностью журнал vogue все полностью вспомнили и рассказали что они думают пусть ее высказывание что там она высказала и так елена зеленская цены растут и в украине тоже но вдобавок у нас убивают людей это к тому что сейчас цены везде в европе растут а вы разнылись люди должны понимать что виной в экономическом кризисе в европе не поддержка которую запад оказывает украине а действия россии подчеркнул зеленская если поддержка будет сильной этот период будет короче добавила она попросив западный мир не забывать о людях непосредственно пострадавших от боевых действий она все свое интервью прикрывается этими самыми людьми которые пострадали от боевых действий при этом параллельно вы наверное в курсе что верховная рада украины решила возобновить вылык и будивництво на котором воровала окружение зеленского по сути за счет переселенцев потому что переселенцы не получают ничего не получают никаких никакого обещанного жилья и так далее может быть пять каких-то квартирок им построят за счет денег которые выделяются в качестве кредита каким-нибудь европейским банком реконструкции развития но верховная рада считает необходимым отправлять деньги опять на вылыки будивництво потому что там можно воровать когда зеленская начинает прикрываться этими людьми переселенцами которые потеряли жилье потеряли родных выглядит это подло но по поводу если поддержка будет сильной период будет короче то есть зеленская имеет ввиду что все-таки на получив достаточном количестве хаймерсы сможем таки победить я уверен в победе абсолютно но к сожалению в этой победе все меньше уверены аналитики из всевозможных аналитических центров сша они же не все подкуплены я думаю кремлем в прессе все чаще начинают звучать предположение о том что скорее всего военным путем победить не получится но у зеленской другое мнение обширно это интервью мы увидим сегодня но вот зеленская не занимает никакого официального поста в украинском правительстве но все шесть с лишним месяцев проводит встречи с мировыми политиками общественными организациями чем немало их раздражает можно так сказать а теперь то что вставило европейцев больше всего война и электричество ведущая bbc спросила зеленскую какие слова она передала бы жителям британии чьи счета за электричество и газ должны вырасти в несколько раз этой зимой во многом из-за развязанной россии войны в украине я понимаю что ситуация очень тяжелая но давайте вспомним что за время эпидемии ковид 19 которая до сих пор продолжается взлетали цены и украина это тоже коснулась цены растут и в украине тоже но вдобавок у нас убивают людей ковид 19 лучше бы не вспоминать супруги человека который вместе с товарищами встречал под видом гуманитарки маски антисептики а после этого все вот этот весь забитый самолет мрия продавался в частных гипермаркетах лучше бы ей не вспоминать почему взлетали цены при ковид 19 но самое главное у нас убивают людей поэтому когда вы считаете копейки на своих банковских счетах или в своих карманах мы делаем то же самое и вдобавок мы считаем наших убитых сказала зеленская во первых макнув европейцев чтобы копейки свои вы там копеечки подсчитали там на пять копеек больше заплатили нет они заплатили не на пять копеек больше и в комментариях это уже видно в комментариях с отборнейшим немецким матом зеленская объясняет что речь идет не о копейках а выживание целых семей но теперь давайте о копеечках если ей так хочется на освещение деятельности верховной рады украины выделено 400 миллионов а на канале рада работают только слуги народа то есть объясняю на своих пропагандонов зеленский и компания выделили 400 миллионов гривен в стране где считают копейки в прошлом году было выделено восемьдесят четыре миллиона а сейчас четыреста восемь миллионов как я уже упоминал власть планирует опять реанимировать вылык и будивны ства и дала 400 миллионов на освещение деятельности рада это 400 миллионов по сути это зарплаты всем пропагандоном зеленского которые каждый день его облизывают это в стране где денежек нет из страны где нету денежек и где считают копеечки окружение зеленского выезжая вот выезжает 1 1 автомобиль за ним еще три с деньгами я не знаю каким образом они их оформляют как как те за которые уплачены налоги но сейчас в этой стране в которой копеечки считают да на границе есть уже тариф за вывоз наличности это знать все признавая экономические последствия поддержки украины для стран союзников зеленская также подчеркнула в интервью насколько важно для нее продолжать напоминать миру о человеческих жертвах людям из других стран сложно осознать в полной мере какой эффект оказывает война на жизнь в украине поэтому просто необходимо продолжать рассказывать истории людей непосредственно страдающих от конфликта это тех самых которым сейчас дулю показали вместо нового жилья это тем самым переселенцам которым говорят прямым текстом давайте лучше к в европу европа вас прокормит а он нас извините денег нет потому что война и это было бы разумно если бы не выделялись 400 миллионов тупо на пропагандонов зеленского она привела в пример видео с украинским мальчиком слезах пересекающим польскую границу родители по всему миру просто не могли оставаться равнодушными считать зеленская я думаю что отцы и матери посмотревшие это видео не могли не расплакаться я всегда ставлю себя на место других и знаю но ей трудно себя поставить на место других потому что ее муж обладая информацией о точной дате вторжения вывез ее и детей потом конечно родилась великолепная версия о том что они прям услышали взрывы проснулась она спросила эй что там вова а вова сказал война роднуля зеленская отметила что ее оскорбляет когда люди удивляются как из актера юмориста ее муж превратился в мужественного военного лидера нет напоминает знаете как честно сказать меня очень оскорбляет когда говорят что я из обычного очень умного парня конечно превратился в лучшего блогера русскоязычного ютуба я всегда был гением зеленская ну и чтобы немножко разбавить текста погибших детях зеленская рассказала что она с горечью думает о том что ее страна победившая в этом году в конкурсе и евровидение не сможет сама устроить церемонию так как организаторы посчитали это небезопасным даже удивительно почему организаторы посчитали это небезопасным я понять их логику не могу по моему это по моему это очень безопасно вот такое интервью что лучше бы его не давать как говорится фотосессии их сделали уже все для того чтобы многие в мире поняли насколько это насколько это мужественная пара вот чтобы для многих людей это был холодный душ то есть зеленский все делал правильно самого начала напялил свою футболку зеленую уже типа типа провонявшую потом наверно специально ее носит что-то из подручных чтобы она воняла чтобы было понятно что он не снимает что он там да 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 не стрижется не бриться все военный лидер а потом фотосессии в ок и для многих в мире это стало конечно холодным душем и вот сейчас когда она это рассказывает я думаю что раздражение просто перелется перелется просто за край выйдет когда она рассказывает европейцам которые сейчас поймают счета в разы больше чем они до этого платили а это на фоне экономического кризиса а это на фоне цен на бензин а это на фоне цен на продукты и тут они читают уже считаете свои копейки у нас тут понимаешь фонарь и при этом до европейцев каждый день все больше доносится информации о коррупции которая происходит в украине спасибо елена зеленская спасибо благодарим вы сделали то что упорно делаю я не всегда получается у вас получается лучше